Привет, с вами Вилсаком, и я люблю PlayStation 4 Pro. Настолько, что у меня их много. Вот это, например, в цветах Барселоны, и кто тут рядом с Месси? Конечно же, я. Это кастомная штука, существующая в одном экземпляре, чем мне и нравится. Вот этот геймпад от PlayStation 4 Pro 500 миллионов edition. Таких было сделано всего 50 тысяч штук, и она настолько лимитированная, что я даже не нашел ее у нас здесь на студии, где-то лежит. И я вообще люблю лимитки, как вы поняли. Вот конкретно таких существует вообще всего две. Одна у меня, вторую мы разыграли. Это PS4 Pro с автографом Хидео Кодимы. И, кстати, Death Stranding выходит на ПК внезапно. ПК у меня, конечно, тоже есть. Я же настоящий геймер. Тут вот Switch лежит тоже не просто так. И вот тут начинаются проблемы. Наш замечательный компьютер, также лимитированный, собранный для нас специально. Дис, он очень большой. А почему это проблема? А потому что внезапно появился Гейб Ньювелл. И когда мы уже перестали верить в Half-Life 3, анонсировал Half-Life Alyx специально для VR. И как мне играть, сидя за своим столом, непонятно. Я хочу переместиться туда, где обитает PlayStation 4 Pro, в гостиную к большому телевизору. Но так это не работает. Что сделать-то надо? Ахерсим с дробовиком, пистолет. Да-да-да-да. Тихо-тихо. А, тут еще мразь какие-то. Пистолет какое-то самое. А, подожди, где мой пистолет? А, подожди, выбросить же надо. Да-да-да-да-да-да. Иди сюда. Так. Тихо. Куда ты? Там, Вадим, куда-то делался. Слушай, я за ним не уследил. А, он не пришел. Оу! Да-да-да. Да-да-да. Не было проблемы, однако уже есть решение. Что если взять мощный игровой ПК, PlayStation 4 Pro, которая пусть и на излете, но все еще классная, ее можно чуть ускорить, там, доработать охлаждение, объединить и получить крутое игровое решение все в одном. Ко мне пришли ребята из студии ManMade со своим решением Гибрид, которая как раз и объединяет игровой ПК, PlayStation 4 Pro, и мне кажется, это очень классно, лимитировано, эксклюзивно. И сегодня мы посмотрим на эту красоту. Поехали! Я вспомнил наше собственное замечательное творение. Это компьютер, который мы сравнивали с Xbox One X по мощности. Мы делали его примерно в ту же цену, поэтому экономили. Корпус у нас был картонный, выглядело оно так себе. Здесь же совсем другой уровень. Ребята из ManMade уже много лет собирают компьютеры. Ну, по-другому нельзя, наверное. Люди, которые делают кастомные компьютеры, в том числе и на продажу, конечно, они делают это с душой от сердца. Здесь у нас с вами очень компактное решение, при этом достаточно тихое, потому что на воде в том числе. И мы с вами знаем, что если на PS4 Pro запустить какую-то современную мощную игру, или не очень, например, я помню Kingdom Come запускал, я просто орала и вместе с PlayStation, и непонятно кто громче, потому что это был, ну, прям ужас. Она взлетала каждый раз, когда я запускал игру. Здесь у нас с вами водяное охлаждение. Раз, и SSD вместо классического HDD. Это чуть-чуть ускоряет вообще всю систему. Она чуть быстрее загружается, она быстрее стартует игры. Это приятно. Ну и, конечно, конечно, давайте заглянем внутрь. И тут надо понимать, что стенка с этой стороны, с ПК, красивая, мигает лампочками. Их мы сейчас еще и настроим, чтобы они горели в масть. И здесь есть на что посмотреть. Здесь у нас с вами что происходит? Здесь у нас, конечно же, конечно же, процессор Intel Core i9. Причем у нас еще и кулер, который показывает сразу температуру. Но это вот, знаете, игровая тема, она вообще очень специфическая. Это прямо особый мир. Например, я тут узнал, что существует игровой браузер. Вы только вдумайтесь в эту мысль. Игровой браузер Opera GX. У настоящего игрока все должно быть с приставкой Gaming. И если это мое выражение наполнено ноткой сарказма, первый в мире игровой браузер Opera GX реально крутая штука. И я поставил, и такой, нифига себе, это же реально удобно. Потому что, во-первых, работает он на движке Chromium. Это движок с открытым кодом, на котором работает и Edge от Microsoft, и Google Chrome. Все сайты будут выглядеть ровно так же, как вы видите их в Chrome. Но мы говорим про игровое решение, поэтому здесь можно настроить цветовую схему так, чтобы она соответствовала вашему компьютеру. Вы можете выбрать подсветку памяти, частоту пульсации, логотипа, а также еще всякие интересные вещи. И, конечно, сделать так, чтобы ваш браузер соответствовал вашему настроению. Но это лишь вершина айсберга. Браузер абсолютно бесплатный. Вы можете скачать его по ссылке в описании. И самое кайфовое то, что он реально удобный. Я, когда начал изучать, такой, вот этого мне реально не хватало. Например, GX Control. Возможность установить для браузера ограничения на потребление ресурсов памяти и центрального процессора. То есть, я такой залетаю непосредственно в браузер и говорю, дяденька, значит, когда я запускаю игру, я не хочу, чтобы ты в фоне, в своих вкладках жрал ресурсы. Давай я тебе ограничу возможности, чтобы это никак не влияло на мой экспириенс. Очень круто. Сюда же, конечно, интегрированный твич. И у нас есть твич-канал. И там даже проходят трансляции. Так что залетайте. Это тоже очень удобно. Я уж не говорю про вещи, которыми славятся браузеры Opera. Такими, как блокировка рекламы. Никто не любит назойливую рекламу. И, конечно же, VPN. Бесплатный и безлимитный. Внешнее оформление браузера, это не только выбор цвета. Это в целом юзер-интерфейс. И, конечно, это GX Design отдельная история. Потому что он получил всевозможные награды. Red Dot Awards, например. И, конечно, возможность тонко настроить браузер под себя. Чтобы во время игры можно было переключиться в браузер. Что-то там сделать. Это тоже дорогого стоит. Есть функция всплывающего окна видео. Действительно удобно. Чтобы быстренько посмотреть туториал. Что там вообще в игре происходит. Раз сориентировался. И совсем скоро обещают добавить еще возможность включать видео поверх игры. Чтобы вы могли смотреть туториал сразу. Или какой-нибудь летсплей. Можно с браузером Opera GX играть и смотреть летсплей одновременно. А с нашим компьютером можно еще и запустить PlayStation рядом. И вообще играть на ПК и PlayStation тоже одновременно. Вообще, да что техника дошла. Попробуйте. Я уверен, вам зайдет. Для меня вообще стала норма использовать несколько браузеров под конкретные задачи. Очень круто, что появляются подобные решения. Ссылка в описании. Качайте Opera GX. И пишите мне в комментариях, какие игры вы любите. Давайте общаться. На какие-то я буду отвечать. Ставьте хэштег КачнулGX, чтобы я вас точно нашел. Возвращаясь к нашему замечательному компьютеру. Обратите внимание. Все собрано в данном случае на комплектующие Gigabyte Aorus и HyperX. И у нас, конечно же, карточка RTX 2080 Ti. И вообще, этот компьютер можно назвать VR Ready. В смысле того, что я подключаю сюда что? Конечно же, Valve Index. И улетаю в космос, когда выходит Half-Life Alyx. Туда дверь. Опа! Здравствуйте. Вау! Вау! Вау, какая мразь! Вау! Что за? Из интересного здесь также материнская плата формата M-ATX, потому что достаточно компактный корпус. Но вы должны понимать, что ребята из ManMade сделают по вашему заказу вообще все, что угодно. Хотите огромный? Будет огромный. Хотите какой-то вообще эксклюзивный? Пожалуйста. В данном случае это прототип, который впоследствии можно будет купить. Но мне нравится эта концепция, потому что по размеру, ну вот скажем так, по габаритам с этой стороны, это похоже на Xbox One, который выходил, когда его на папа оставишь. Вот он примерно такой. И вот эту вещь можно поставить под телевизор и наслаждаться игрой в тишине, потому что это самое важное. Так вот, эта материнская плата, несмотря на то, что маленькая, она достаточно мощная, чтобы тянуть все эти компоненты. Мощная карта, мощный процессор, память. Единственное, что я бы на самом деле, может быть, хотел, это еще какой-нибудь слот PCI, чтобы подоткнуть сюда, ну давайте, какую-нибудь карту захвата, чтобы стримить. С другой стороны, это немножко иной кейс, потому что это домашнее решение поставил еще раз. Если я хочу все в одном, чтобы вообще все в одном, это можно взять корпус побольше, но эти PCI полетели. Сняли защитное стекло и наблюдаем красоту в полный рост. Вы знаете, в этом, конечно, ПК-мире в очередной раз за этот ролик в том числе я восхищаюсь всей этой историей. Мне нравится. Я сам небольшой фанат собирать компьютеры. Я вот как раз, вы знаете, готов прийти к ребятам из Мэн Мэйт и сказать, соберите мне топовый компьютер. Я очень люблю наслаждаться результатом. Я люблю играть в игры, но я не очень люблю собирать компьютеры. У меня просто нет на это, к сожалению, времени. У меня есть деньги, а времени нет. Поэтому я обращаюсь к ребятам, которые это любят и делают все с душой. Почему я делаю акцент на этой красоте? Которую вы, на самом деле, видели много раз. Игровой ПК это и есть игровой ПК. Потому что мы собирали компьютер в холодильнике ЗИЛ. Мы собирали компьютер в грузовике. И это очень крутые проекты. Мне они нравятся своей странностью в том числе. Но это была блажь. По фану мы это сделали, потому что могли. Здесь же у нас с вами другой подход. И реально PS4 Pro. Она скрыта с другой стороны корпуса, за железной стенкой. И вот там смотреть особо не на что. Но мы все равно взглянем. Опа! И с этой стороны мы наблюдаем железо PS4 Pro. Оно, к сожалению, не такое приятное. Зеленый текстолит. И здесь еще, смотрите, кулер какой замечательный. Но на самом деле, еще раз, это прототип. И в коммерческом экземпляре все будет чуть-чуть более нарядно. Потому что здесь еще на 3D принтере печатали заднюю плашку. И так далее. И вы скажете, ну что такого встроить PS4 в корпус? А нифига! Все равно пришлось заморочиться. Все равно здесь что-то на удлинителях. Отдельно вынесены антенны Wi-Fi и Bluetooth. Потому что Wi-Fi, как вы знаете, в PlayStation вообще такое себе. И вот в этом моменте возникает два ограничения, которые лично я заценил, но которые можно будет избежать. Во-первых, в этой версии нет дисковода. И вы скажете, вау, а зачем дисковод в PS4? Я скажу, действительно, я последний раз диском пользовался Call of Duty Modern Warfare, который был недоступен в PSN. Я купил в Англии диск, вставил, и вот, собственно, с тех пор нафиг он не нужен. И здесь еще нет Ethernet. Потому что чисто теоретически он находится с этой стороны. Его можно вывести на заднюю панель, а мы знаем, что хоть и в PS такой себе Wi-Fi, версии Pro он стал лучше. И сейчас это не так страшно. Для домашнего использования годится, но в целом Ethernet нужен. Пускай будет, соответственно, он может быть выведен также на заднюю стенку. Но USB-хи, стандартные, соньковские, для подключения периферии, либо еще каких-то историй, здесь доступны. Вот так это выглядит. И я бы хотел вам показать SSD, но там скрыт за блоком питания, поэтому он тут есть. Посмотрели внутрь, оценили, как это выглядит. Теперь давайте заведем и посмотрим, как работает. Вот такая вот красота у нас получается. Компьютер подключен через DisplayPort, PlayStation через HDMI. И тут, кстати, отдельная важная история. У этого компьютера два блока питания. Один стандартный от PlayStation, второй от ПК. Соответственно, вы можете запускать эти системы последовательно, параллельно, как вам вообще хочется. Может работать ПК и не работать PlayStation. И наоборот, потому что, ну, всякое бывает. И мне нравится этот монитор. Он классно демонстрирует фишку, потому что его соотношение сторон 32 к 9. Соответственно, это два раза по 16 на 9. Но сам монитор не игровой. Я его использую постольку поскольку. Ну, блин, это реально очень удобно. Пау-пау, полетели. Здесь у тебя PlayStation, здесь у тебя ПК. Я могу играть в Ведьмака третьего, который получил просто вторую жизнь после выхода сериала. Сериал, кстати, топовый. Да, немножко странный и бюджетный, но топовый. И, например, в Mortal Kombat одновременно. Или там и тут. Или вот сейчас выходит Doom Eternal, который все мы, конечно, с вами дико ждем. И вроде он как бы будет даже работать на консоли в 60 кадров. Но мы-то понимаем, что здесь у нас стоит еще раз Core i9, 2080 Ti. И здесь у нас все как надо. И я запускаю Doom и играю в счастье. А здесь я залетаю и продолжаю донатить в FIFA. Да я в раю, на самом деле. Это просто геймерский рай. Или простая мысль, которая проскакивала в начале. С этого компьютера я могу, в принципе, с дополнительной платой. Благо здесь на материнке есть USB Type-C и прочие-прочие радости. Стримить с PlayStation сразу на какой-нибудь Twitch в том числе. То есть это вполне себе такое стримерское решение. Потому что компьютер мощный. Слушайте, я прямо в восторге. Но это очень просто. Это работает так же понятно и просто, как и звучит. Это компьютер с PlayStation внутри. Но сам факт. Выглядит офигительно. Ну и, конечно, залетаем в Mortal Kombat. Там, кстати, Джокер бы взаудрился. Я такой, ничего себе. И ты можешь играть в PlayStation. Параллельно сидеть во Вконтакте. Читать статью на сайте Вилсаком и смотреть ролик с Вилсаком. Вот это многозадачность сотого уровня. И просто берешь вот так вот геймпад и пошел его нагибать просто. Что ты хочешь-то от меня? Что ты хочешь, мразь? Ну, это слишком легко, конечно. Это слишком... Так, ладно. Это не так легко, как я думал. Но, тем не менее, все равно это ни о чем. Просто ни о чем. Я уже забыл все комбо, потому что... Ну, кстати, я пытался играть на ПК в Мартач. И, конечно, немножко не те ощущения. То есть, все-таки, конечно, это консольная игра. Мы, помните, с вами изучали еще аркадный стик. Это было тяжело. Но, блин, что делать? Вот, это было красиво, мне, кстати, кажется. Блин, я давно не играл в Mortal Kombat. Там он такой кайфовый. Прямо вообще полетели. Ну, и, конечно, вот оно. Вот оно. Чтоб ты как бы не расслаблялся. Думал, что себе бильярдный шар в глаз вставил. И тебе все можно. Да не, дядь, извини, извини. Нормально, раздаем. Ладно, давай я хочу посмотреть твою супер-атаку. Сделай что-нибудь. Сделай, 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 сделай. Компьютер. Ну, делай красиво. Ты что, с ума сошелся, что ли? Ладно, ты сам напросился. Назад, вперед, назад. Окей. Кунлау всегда побеждает. Пау! Надоело играть в PlayStation. Свернул ее нахрен и перешел на компьютер. Потому что здесь могу вот так вот это все сделать. И окунуться в мир Ведьмака. Вау! Сколько? Графика на максимум. И что-то прямо слишком все быстро. Даже непривычно. Мне, чуваку, который проходил Ведьмака на PlayStation, вот в это все играется прямо даже как-то тяжеловато. Белый сад. Ох, я бы залип, конечно же. Я бы, конечно же, залип. Потому что, как мы знаем, вот здесь вот они обитают, эти утопцы, все эти мрази бестолковые, да? Где он? Бежим. Просто сразу мочить. Хочется кого-то убить, мне кажется. Короче, ладно. Я передумал кого-либо убивать. А сегодня добрый. Лошадь-плотва здесь. Вау! Все слишком быстро! Очень быстро. Но у нас нет вертикальной синхронизации, кстати. Поэтому это тоже важно. Слушайте, ну офигенно. Ну, на самом деле, знаете, я вам чуть-чуть скажу. Ведьмак, несмотря на то, что игре уже почтенный возраст стукнул, я хочу сказать, до сих пор выглядит очень и очень приятно. Прямо чувствуется вот этот ветер, чувствуется атмосфера. Солнце пробивается сквозь деревья. И ты просто убегаешь в лес. Просто ничего не хочу делать, никаких квестов. Просто убегаю в лес и занимаюсь своими делами. Можно собрать травы. И опять же, понимаете, какая штука? У нас сейчас работает браузер, который не ест ресурсы. Игровой, между прочим. Это важно. Что я хочу сказать вам в итоге. Это не первое подобное решение. На рынке существует даже версия с Xbox, PlayStation и ПК в одном. Но сейчас отдельный Xbox не очень нужен. Потому что все эксклюзивы выходят также и на компьютере. Поэтому это более оптимально. Тем более для нашей страны. Если у PlayStation еще есть свои эксклюзивы. Какой-нибудь The Last of Us Part 2. К сожалению, не поиграешь. Если Horizon вот тут вышел на ПК. И Death Stranding вышел на ПК. То все равно есть версии God of Wars. Новые вам запилят. Ребята из Санта-Моники. И все. И мне вот эта штука очень нравится. Своей уникальностью. Знаете, в мире, где все слишком стандартно. И очень просто. Вот такие вещи должны быть. Поэтому, если вы хотите что-то подобное, залетайте по ссылке в описании. И оставляйте предзаказ. Потому что не все так просто. Нужен вам предзаказ сначала. Но если хотите собрать какой-то адский компьютер. Пожалуйста, к ребятам из ManMade также можете обращаться. И, конечно, не забывайте про Opera GX. Который скачиваете. В общем, идеально. Покупаешь вот такой компьютер с PlayStation. Скачиваешь Opera GX. Валя в счастье. Ура! Я не прощаюсь, потому что мы в интернете. А значит, совсем скоро увидимся. Как минимум, мы с вами поиграем в Half-Life Alyx. Потому что хочется. Half-Life Alyx хочется. На этом ПК. И возникает вопрос. Потому что у нас сделка-то с ребятами из ManMade какая? Я про них рассказал. А они мне компьютер оставили. Стоит ли его разыграть? Женя против. Женя против. Разыграть компьютер. Я тоже против. Мы спросим у ребят из ManMade, сколько он стоит. Сколько он стоит? Много. У нас же железо топовое. PlayStation, все дела. Но я добрый сегодня. Я отдам вам этот компьютер. Но только при условии. Что вы набьете мне 200 тысяч лайков. Вы набьете 200 тысяч лайков. Я отдам вам компьютер рандомно, как мы это любим. Что нужно будет сделать? Быть подписанным на канал. И оставить один комментарий. Все. Но только если 200 тысяч лайков. Так что подключайте своих ботов. Друзей. И давайте сделаем красиво. Уникальная вещь. Такого второго в мире, по крайней мере, не существует пока. Но поскольку это прототип, он вообще в уникальном, единственном экземпляре. Не набьете, оставлю себе. Буду пользоваться в счастье. Не прощаюсь.